Что у вас случилось в Совете при Президенте? Это случилось у Совета, а не у меня. По развитию гражданского общества и права человека. Ну, вы там очень критически выступили, скажем так. Я выступил не критически, просто когда обсуждались так называемые рабочие группы, я вообще сомневался в целесообразности создания какой-либо номенклатурной, знаете, такой номенклатуры в рамках Совета, что вот рабочие группы, в них должны идти какие-то выборы, какие-то голосования, какие-то кандидаты. И вот там возникает такая некая номенклатура. Мне искренне представляется, что 63 члена Совета, включая введенного туда президентом Александра Брода, который не проходил общественные консультации, но президент решил, это же его совет в конце концов. Это совет ни Федотова, ни Алексеевой, ни Шевченко, никого угодно. Это совет при президенте. Он вообще его может по большому счету распустить, понимаете, сказать, все, совет мне больше не нужен. Вот так вот, например. Но он ему нужен. Он, кого хочет, туда того вводит дополнительно. Что все 63 члена, они имеют абсолютно равные права. Все 63 члена, это 63 рабочие группы. Потому что у каждого из нас есть своя тема. Так я это дело видел. Мы все абсолютно разные. И есть либералы-западники, и государственники, консерваторы вроде Алексея Константиновича Пушкова или либералы. В общем, там есть самые разные имена и самые разные люди. Все представлены. И вот это вот многообразие, оно мне как раз казалось, не нуждается ни в каком дополнительном структурировании еще и организации. Чтобы какие-то там еще внутри была какая-то начальственная такая вертикаль. Знаете, что какой-то руководитель рабочей группы, не руководитель. Вот у меня есть тема, которая... Я опубликовал свою программу на сайте Эхо Москвы, перед тем, как накануне, когда стал известным полный список нового совета. Я открыто выступал с программой. Мне все равно, честно говоря, буду ли я членом рабочей группы или не буду я членом рабочей группы. Я свою программу буду реализовывать, опираясь на свое членство в совете, на то, что есть председатель совета, который является модератором и посредником в доведении моего мнения о ситуации там в регионе, как я его вижу, до президента Российской Федерации, который меня в этот совет пригласил. Выясняется же, что есть некие голосования, есть некая рабочая группа, за которой еще и какая-то борьба. А когда мне в ходе заседания заявили господин Каляпин, такой есть правозащитник, я с ним раньше никогда не сталкивался, но выяснилось, что он что-то обо мне знает, о каких-то моих взглядах. Он мне сказал, у вас такие взгляды, которые не могут, которые не позволяют вам быть руководителем рабочей группы по Кавказу, в которой записалось-то 4 человека, Оль, там другие группы записалось 10 человек, 9. Нас было четверо на Челне. Мукомолов, Каляпин, я и еще такой симпатичный человек в очках, господи, он очень известный правозащитник, вылетело просто из головы. 4 человека, в общем, понимаете, там, как говорится, ну, к сожалению, не было Ганнушкиной, которая, наверное, тоже записалась бы, она вышла просто из совета. И вот мы, друг эти 4 человека, стали, значит, вот, говорит, у вас не те взгляды, чтобы, значит, какие, какие не те, я спрашиваю. Говорит, я вам не скажу. Начинается такая вот игра. И дальше, значит, я говорю, ну, вы поясните, какие у меня взгляды не те, если уж вы сказали, то поясните. Тут, значит, встает слева какая-то женщина, я не помню, тоже такая очень, ну, достойная, там все люди достойные, которые, видите, Шевченко, какой вы горячий. Ну, я на самом деле горячий человек, я не холодный человек. Вы не можете руководить группой из 4-х человек по Кавказу, что является абсурдом, естественно, потому что... А вы претендовали, собственно, вы хотели бы? Ну, я не то, что хотел, я просто полагал, что это тема, с которой я иду, потому что я публиковал программу, и вообще-то я выиграл эти общественные консультации в интернете. Не выиграл, а был первым. За меня проголосовало большинство. Хотя это не имеет ни малейшего значения, потому что я еще до этих выборов выступал против каких-либо рабочих групп, специально создаваемых. Я считаю, что каждый член Совета может инициировать свою тему или получить вопрос, условно говоря, от человека, который создал Совет, от президента. Условно говоря, президент задает вопрос. Уважаемые члены Совета, что у нас там с делом Магнитского происходит? Что вы думаете по этому вопросу? Вот я считаю, под этот запрос президента Совет должен создать рабочую группу, конкретно под появившуюся тему, которая должна работать по теме. В равной степени я, допустим, говорю, вот вы знаете там, Владимир Владимирович, я обращаюсь через Михаила Александровича Федотова, есть серьезная проблема с убийствами журналистов в Дагестане. Вот с 1991 года убито 16 журналистов. Я как раз сегодня звонил Али Ахмадовичу Камалову, представительству журналистов в Дагестане, чтобы уточнить, 16 и ни одно дело не расследовано. Оппозиционные, провластные, ни одно дело, хотя эти всякое убийство бралось под контроль президентом Дагестана или еще кем-то. Не расследовано никто, никакие убийцы не пойманы. Вот я считаю, что это дело вашего уровня внимания. Вы должны взять под свой патронаж убийство журналистов на Кавказе. То есть, и вот под эту тему мы создаем рабочую группу. Вот мы, допустим, с Еленой Масюк договорились о том, что будем заниматься списками погибших журналистов, понимаете, допустим. Потому что, мне кажется, страна об этом ничего не знает, и это неправильно. Но когда создаются какие-то заведомо номенклатурные позиции, за которые еще начинается пихание, я... Так а вы что в результате? Хлопнули дверью? Я просто скажу, что я ни в каких рабочих группах номенклатурных участвовать не буду. Я просто буду работать... Вы остаетесь в совете? Конечно. Я остаюсь в совете, потому что меня тогда пригласил президент, а не те, кто за меня голосовал или не голосовал, как за руководителя так называемой рабочей группы. А мне кажется, что вообще вот какое-то большое слишком количество каких-то конфликтов, ну, не буду говорить скандалов, но конфликтов и непонимания, и еще каких-то вот таких вот странных вот таких движений вокруг этого состава, и в предыдущем тоже там были разные истории. Но вот в этом вот случае оно как-то, может быть, является свидетельством того, что сама функция этого совета при президенте не вполне понятна. Оль, я не соглашусь с вами в том смысле. Я исхожу из того, что не до конца понятна технология функционирования такого количества разномыслящих людей. Но такая технология существует. Это называется технология коллективной мыследеятельности, оргдеятельности. Это все отработано в мире и, не знаю, со времен Декарта, когда поняли, что разум есть. А может быть проблема в том, что президент, ну, вот как бы для такой красивой видимости создает... Ничего подобного. Если президент создавал для красивой видимости... А эти советы не имеют большой возможности не влиять на мнение президента и вообще доносить его? Ну, это просто не совсем так, поскольку от Федотова до президента посредников нет. Федотов, как представитель совета, напрямую выходит на президента. И я это неоднократно видел, как Путин с ним беседует. Вот у нас было большое заседание, Путин с ним, с Федотовым сидел рядом, вот они переговаривались. То есть у них есть личные рабочие отношения, поэтому... А с результатами есть вот этого именно? Слушайте, ну это я вот еще даже... Мы только начинаем работать в этом совете. Поэтому, мне кажется, у предыдущего совета были результаты. Когда работала Элла Александровна Панфилова, я вот в конце ее работы с ней взаимодействовал по Кавказу, мне казалось, что результаты были достаточно серьезные. Согласен, да, но мы помним, чем это закончилось. Поэтому я думаю, что надо просто технологию поменять, работу, и все. Максим, я прошу решение. Вот, честно говоря, я вас спросила, эффективна ли эта структура, потому что она выглядит, как многое сейчас в нашей реальности. Оля, она невероятно эффективна и по своему потрясала. Она выглядит, как некая декорация. У нас много таких декораций понастроено. Правильно. Но она невероятно эффективна, потому что там есть невероятные эффективности люди. Я не хочу освобождать Михаила Федотова, но тем не менее. В чем Федотов? Там есть люди самые разные. Там есть Парфенов, Пушков, Масюк, Кучер, понимаете. Там есть, не знаю, там, поделюсь с огромным опытом работы в разных сферах. И там правозащитная, и журналистская, и так далее. Она по потенциалу, она невероятно эффективна. Это 63 человека, которые, я считаю, в стране должны обладать особыми полномочиями. То есть вот эти удостоверения члена Совета дают возможность войти члену Совета 63 на 140 миллионов. Соглашитесь, это не такая большая цифра. Совсем небольшая. Да, в любое там отделение милиции, где заявляют, откуда пошел сигнал, тут пытают, нарушают права. В любое время суток. Есть примеры. Без специального запроса прокурора, я считаю. Они известные вам, вот, не по прессе, не по наслышке, а известные вам близко. Когда все три человека хорошо работают. Не-не-не. Когда вот такая, факт вхождения в этот совет, возможность быть там в какой-то степени на прямой там связи с президентом, смогли повлиять на какую-то конкретную ситуацию, связанную с правой. Значит, ну вот, могу сказать, что когда Элла приезжала, Элла Александровна приезжала в Дагестан по, значит, жалобам там одной женщины, которая создала все время исламскую больницу, она умерла, эта женщина, к сожалению, Айшат, кажется, Айшат Магомедова ее звали, то Элла Александровна пошла и проверила, и все чиновники, извиняюсь, расступались перед ней и все и делали. И ситуация была изменена. Она выяснила, что... И Элла Александровна там уже нет. Ну, есть и другие люди, знаете, потом я не знаю, что обстоит, что было. Вот я говорю, что можно сделать сейчас. 63 человек – это большая сила. Там разные люди с разными взглядами, с разным темпераментом, потенциалом. Я горячий, наверное, там есть какие-то холодные люди, понимаете, еще какие-то люди. Вот я считаю, что 63 человек – это 63 рабочие группы. Возникает тема, возникает, значит, докладная записка, возникает рабочая группа по тему. Не получается, не надо никакой санкции, там, Федотова на того, чтобы работать. Просто его ставят в известность. Есть тема Михаила Александровича, вот мы проверяем, во-первых, правильная тема, правдивая, не слухили. И дальше вот возникает... Хорошо, хорошо. Я считаю, что работу эту можно построить, ее можно создать, более того, необходимо. Вы остаетесь в этом столице? Естественно, остаюсь. В любом случае. Потому что потенциал Совета, он огромен. Но в рамках этой номенклатурной схемы он просто минимизирован. Когда я увидел, что господин Мукамолов, которого из нас четырех, в итоге они там путем разных хитрых театральных постановок выдвинули на пост руководителя группы по Кавказу, он, кстати, предложил на эту группу безопасности по Кавказу, на что я сказал, что безопасность занимается силовой структурой, а не правозащитники. Что он голосует сам за себя, господин Мукамолов, но я понял, что я в балагане участвовать просто не могу. Я сказал, знаете, рабочая группа, в которой ведется такая напряженная борьба за первенство, это не мой стиль и не мой удел. Я никогда не боролся ни за место в трамвае, ни за пост какого-то там, понимаете, номенклатурного руководителя. Я вот просто буду работать, я уверен, что я найду понимание, там, десятка, вот я могу сходу назвать десяток своих коллег в Совете, которые поддержат мои действия на Кавказе, по Кавказу. Я считаю, что это и есть рабочая группа, потому что она... Я поняла, я поняла. Да, не потому что она так называется, а потому что она просто будет работать. Я уверен, что она будет работать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова